Дональд Трамп заявил, что действующий хозяин Белого дома Байден будет привлечен к уголовной ответственности, если суд по жалобе политика не признает за бывшими главами государства право на неприкосновенность. По мнению Трампа, его уголовное преследование открывает ящик Пандоры. Если у меня не будет неприкосновенности, тогда у продажного Байдена ее тоже не будет. А с вторжением через южную границу, с данным Афганистаном, не говоря уже о миллионах иностранных денег, которые осели в его карманах Джо, созреет для уголовного обвинения, написал экс-президент на своей странице в соцсети Тру. Трамп полагает, что Байден незаконно инициировал его уголовное преследование, использовав Департамент юстиции для борьбы с политическим оппонентом. Большое федеральное жюри ранее предъявило Трампа обвинение по делу о штурме Капитолия по четырем пунктам. В начале декабря 23-го года адвокаты подали апелляцию, утверждая, что Трамп обладает президентским иммунитетом, поскольку в этот период занимал президентский пост. В связи с этим рассмотрение дела замедляется. Иск Верховного суда косвенно связан и с расследованием спецпрокурора Джека Смита, в рамках которого Трампу, в числе прочего, вменяется воспрепятствование утверждению Конгрессом результатов решения коллеги выборщиков 6 января. Иск по этому делу был подан правительством в столичном округе Колумбия. Если Верховный суд встанет на сторону протестующих, это может привести к тому, что все обвинения против Трампа по делу производства Вашингтона тоже будут сняты. Джек Смит ранее настаивал на том, чтобы дело против экс-президента в федеральном суде столичного округа рассматривалось в особом ускоренном порядке, ввиду особой значимости. Спецпрокурор также добивался от Верховных судей, чтобы те, опять же, в ускоренном порядке рассмотрели апелляцию Трампа о наличии у него президентского иммунитета. Работая на опережение, Смит, по его мнению, смогу заставить команду юристов бывшего президента отказаться от попыток затягивания процесса. Но пойдет ли на это Верховный суд, вопрос пока открытый. Заморозка дела может помочь экс-президенту обеспечить себе номинацию от республиканской партии. Дело в том, что 5 марта, на следующий день после запланированного старта судебного заседания, должен состояться супервторник. Это один из важнейших дней в избирательном цикле, когда демократы и республиканцы более чем в дюжине штатов и территорий будут выбирать своих кандидатов. С демократами как бы все ясно. А вот среди республиканцев конкуренция все-таки есть. Хотя Трамп бесспорный фаворит. Экс-глава Белого дома на своей странице в соцсети Тру не раз утверждал, что именно из-за супервторника спецпрокурор и стремился ускорить разбирательство, мошенничая и вмешиваясь в избирательный процесс. Это цитата. Тем временем судебные преследования Трампа, похоже, лишь продолжают играть ему на руку, на пользу. То есть, по мнению колумниста политика Рича Лори, администрация Байдена и Харрис, преследуя оппонента, создала эффект сплочения вокруг него. Трамп сейчас лидирует в большинстве опросов. В частности, согласно последнему опросу Wall Street Journal, экс-президент на 4 пункта опережает Байдена в гипотетической гонке один на один, на 6 пунктов в гонке с несколькими кандидатами. Поддержка самого Байдена тает не по дням, а по часам. Президент Эмиратов Мухаммед Бензайт Аль-Нахаян отклонил просьбу израильского премьер-министра Нитаньяго предоставить средства для выплаты зарплат палестинским рабочим, которым запретили въезжать в Израиль. Об этом сообщает Аксиос со ссылкой на источники. В начале ноября прошлого года израильские власти запретили палестинским рабочим из сектора газа находиться на территории страны. Те рабочие, которые находились в Израиле в день начала войны с Хамас, были отправлены обратно в сектор газа. Возле Нитаньяго предложил Нахаяну выплатить пособие по безработице рабочим, которым было приписано покинуть Израиль. На просьбу Нитаньяго Аль-Нахаян ответил, дословно попросите у Зеленского денег. Аль-Нахаян отметил, что украинский президент может оплатить счета при всей международной поддержке, которую Украина получает после начала войны. Не хантером единым генпрокуратура Израиля рассматривает возможность предъявить сыну главы правительства Бенемина Нитаньяго Яиру очередные обвинения, связанные с его активностью в соцсетях. В телеграмме Нитаньяго младший неоднократно опубликовал записи, которые, по мнению заместителя прокурора по особым делам Алона Альтмана, могут представлять собой пропаганду пораженчества, наносящую ущерб моральному духу израильских военнослужащих во время войны. В своих постах Нитаньяго младший сокрушается. Зверски зарезаны младенцы, женщины сожжены, солдаты в эти минуты рискуют своими жизнями, а судебная система разрешает проведение демонстрации в защиту газа, поддерживающей нацистский Хамас. В другом посте он пишет, при огромном количестве конкретных и полных предупреждений глава Омана, отдыхая Твайлате, деятельность армии заглушили на Суккот. Ночные переговоры решили продолжить с утра. У Ира Нитаньяго в телеграмме 15 тысяч подписчиков. В соответствии с законом об исполнении наказаний во время военных действий запрещена публикация информации, подрывающей моральный дух бойцов и наказание за нарушение этого закона до пяти лет тюрьмы. В настоящее время прокуратура рассматривает материалы по поводу возможного предъявления ей обвинений. К слову, сторонники действующего главы израильского правительства начали переходить в лагерь бывшего министра обороны Бенни Ганса о том, что имидж Нитаньяго неизбежно подорван, сообщает целый ряд экспертов и отставных чиновников. Повод дали соцопросы, проведенные с начала войны. Не менее 48% граждан Израиля хотели бы видеть новым премьером-министром Бенни Ганса, представляющего оппозиционный лагерь. Это конец, говорит Тавиф Бушинский, 7 лет занимавший пост советника премьера. Если Нитаньяго не признает ответственности правящей коалиции за то, что произошло, народ Израиля укажет ему на дверь. Допустим, он достигнет всех целей войны. Израиль ликвидирует Хамас и Хизбалу. Люди все равно будут помнить этот ужасный день. Это то, от чего Нитаньяго не может убежать. Это было на его глазах и халатность произошла на его глазах, считает Бушинский. По его мнению, Нитаньяго может попытаться какое-то время удержаться у власти, но это не продлится долго. Как напоминает Financial Times, в ходе своей предвыборной кампании 2009 года Нитаньяго посетил находящийся на юго-западе Израиля Ашкелон, который систематически подвергается обстрелам со стороны сектора газа и пообещал вернуть безопасность гражданам Израиля и свергнуть Хамас. Использование в выступлениях жестких нарративов неоднократно позволяло действующему премьер-министру и его сторонникам побеждать на выборах. Это также сформировало его образ, нашедший проявление в прозвище мистер-безопасность. Нитаньяго всегда говорил, что хотел бы войти в историю с защитником Израиля, напоминает автор одной из биографий премьера Мазаль Муалем. Все, что происходит сейчас, разрушает это наследие. Самое тревожное событие для еврейского народа со времен Холокоста произошло на юге Израиля при его правом правительстве, резюмируют эксперты. Обладателю Грейми Майклу Болтону диагностировали опухоль головного мозга. Об опухоли 70-летний исполнитель узнал в конце прошлого года. Медики решили его госпитализировать и провести операцию. Конец 23-го года преподнес мне очень неожиданное испытание. Накануне праздников выяснилось, что у меня опухоль, которая требует немедленной операции, написал Болтон. Процедура прошла успешно. Сейчас певец восстанавливается дома. Это означает, что я временно приостанавливаю гастроли. Для меня всегда очень сложно переносить шоу или разочаровывать фанатов, но я работаю над тем, чтобы ускорить свое выздоровление, добавил исполнитель. Напомню, в 22-м году Болтон выступил на американском Евровидении от штата Коннектикут. В нашей стране давно хотели адаптировать это шоу, но реально. Проектом занялись только в 21-м году, когда Европейский вещательный союз продал НПС права на свою версию конкурса. Уже в мае 21-го была запущена онлайн-платформа для подачи заявок от исполнителей и групп. От участников требовалось доказать, что у них есть подлинная глубокая связь с тем штатом, который они будут представлять. На сайте подчеркивалось, что представленные песни должны быть оригинальными и не должны являться предметом коммерции, чтобы это не значило. Американская версия Евровидения получила название American Song Contest. Конкурс рекомендовался для семейного просмотра. 3 марта 22-го года канал NBC представил 56 артистов. Общий результат определялся выбором жюри и общественным голосованием. В качестве ведущих были представлены рэпер Snoop Dogg и певица Келли Кларксон. В конкурсе победил штат Оклахома и песня Wonderland. Ее исполнила Алекса. Журналист Энди Крайза из Time Out писал, что самая большая проблема Евровидения по-американски, однородность музыкального ландшафта. С другой стороны, он был взволнован перспективой увидеть, как политические и культурно противоположные штаты будут оценивать музыкальный продукт своих соперников. Ну, к примеру, как консервативные зрители в Техасе и либеральные зрители в Нью-Йорке смогут выражать взаимную неприязнь друг к другу через голосование. Но все оказалось проще простого. Американизированную версию Евровидения проигнорировали. Первый сезон был воспринят не как амбициозная адаптация легендарного европейского конкурса песни, а как очередное шоу для скучающих домохозяек. В итоге, один из исполнительных продюсеров, Кристор Бьоркман, в начале февраля 23-го года объяснил, что American Song Contest не будет продлеваться. Он рассказал журналистам, что был разочарован тем, как был организован конкурс, в частности, его вялым продвижением и отсутствием осведомленности в мире о том, что события вообще происходят. И еще один факт. Только одна конкурсная песня, уже упомянутая нами Вандерленд, смогла попасть в чарты Билборд, в то время как большинство других песен участников конкурса набрали в стриминговых сервисах всего чуть больше 10 тысяч прослушиваний. Каждая. Нет пророка в своем Отечестве, как говорится. Пока это все новости к данному часу. Мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после которой вернемся в студию. Я продолжу выпуск вечерних новостей. Смотрите Артен.